Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новый выпуск. В этом видео будет большое предупреждение всем биткоин-скептикам и медведям, а особенно Питеру Шифу, который является их лидером. Кроме этого, я расскажу о целях Эфириума, о худшем экономическом коллапсе за всю историю, о Рипле и XRP, который через партнёра Accenture находит выход на Банк Англии и о многом другом. А в конце я расскажу вам реальную историю одного человека, услышав которую, вы точно измените отношение к психологии человека на этом рынке. Вы точно не хотите это пропустить, поэтому, как обычно, усаживайтесь поудобнее, нажимайте лайк и колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и мы начинаем. После пробития этой глобальной линии сопротивления у меня спрашивают, какова верхняя цель этого движения биткоина на краткосрочной перспективе. На долгосрочной дистанции я вообще не понимаю, кто захочет продавать, зная, что биткоин это хеджирование против всего происходящего в мире. С помощью Fibonacci мы всё это узнаем прямо сейчас. Для начала, на дневном графике биткоина я хочу показать вам, насколько ценный этот инструмент. Нарисуем сетку от самой вершины до низа. Мы можем увидеть, что этот бычий забег вот здесь идеально дошёл до того диапазона, который называется Golden Pocket, или же золотой карман. Это область между уровнями отката 0.65 и 0.618. Это очень хороший диапазон для открытия длинных или коротких позиций. Как видите, этот диапазон идеально определил вершину этого буллрана в 2019 году. Раскидаем такую же сетку от вершины 2019 до низа 2020. Мы видим, что все вершины биткоина за этот период идеально нашли своё место в золотом кармане Fibonacci. И то, что после трёх раз цена биткоина наконец пробила золотой карман Fibonacci, является очень бычьим сигналом. Обычно такой сигнал означает то, что биткоин входит в новый тренд. Если же цена не может пробить золотой карман, мы наблюдаем разворот тренда и откат цены вниз. Поэтому то, что мы сейчас наблюдаем, это очень хорошие признаки для биткоина. Так какие же верхние цели для краткосрочного движения биткоина по сетке Fibonacci? Давайте вернёмся к самой первой сетке. Вот здесь находится золотой карман между откатами 0.65 и 0.618. За этим диапазоном и нужно следить. А это диапазон от 13 180 до 13 700 долларов за одну монету. Движение до этих отметок от сегодняшних составит около 20%. Я думаю, что это было бы хорошей отметкой, которой биткоин приблизился бы на протяжении следующих нескольких недель. Также хорошим сигналом является и то, что хешрейт в сети биткоина после отката восстановился до новых исторических пиков. Биткоин выглядит очень позитивно в фундаментальном и техническом планах. В плане принятия тоже. Я освещал все эти суперпозитивные новости, связанные с банками США, мастеркардом, визой, пейпалом и так далее. Это график популярности запроса биткоина в гугл-трендах за 5 лет. В конце 2017 мы видели огромный скачок. В это время биткоин находился в параболическом росте и множество людей интересовалось им. Сейчас интерес к биткоину в поисковике гугл не очень впечатляет. Думаю, все так и останется до тех пор, пока биткоин не преодолеет старый исторический пик в 20 тысяч долларов. Вот тогда мы и увидим огромный взрыв. Такой огромный, что 2017 год покажется уже не таким рекордным. Не только потому, что биткоин будет расти в цене, но и потому, что фиатные традиционные валюты будут обесцениваться. Это как двойная порция лука в гамбургере. Поэтому, если вы сейчас настроены пессимистично по отношению к биткоину, и уж тем более, если вы пессимист уже много лет, пожалуй, вам стоит пересмотреть свою позицию. Вы пропускаете такой шанс. Биткоин уже стал лучшей инвестицией десятилетия. И я думаю, в следующем десятилетии он тоже окажется лучшим. Далее. Эфириум очень хорошо вырос за последние несколько недель. Но что дальше? Это предупреждение всем холдерам эфириума или тем, кто недавно его купил, пытаясь заработать на росте. 353 доллара за эфир. Следующая цель. Фактически, это хай за два предыдущих года. Я больше ничего не напишу, пока эфириум не достигнет этой цели. Но мне больше понравился ответ на этот твит. На самом деле, самая важная цель это 366 долларов за эфириум. И действительно, на графике мы видим, что это очень важная отметка, которая лежит на долгосрочном уровне, что тянется еще и с 2017 года. Здесь этот уровень выступал сопротивлением, которое было в итоге пробито историческим бычьим рынком в конце 2017. Затем этот же уровень выступал в качестве поддержки, после чего был пробит вниз и превратился в уровень сопротивления. И сейчас эфириум приближается к нему. Отметка 366 долларов очень важная. Если эфир не сможет пробить ее, будет массивный откат цены вниз. Если пробьет и подтвердит пробитие, мы можем увидеть настоящую ракету. Поэтому очень внимательно следите за отметкой в 366 долларов за эфир. Надеюсь, эта информация вам поможет. А теперь главная новость дня. Вот почему многие люди сейчас смотрят в сторону биткоина. Потому что мы сейчас наблюдаем то, чего не было никогда в истории Соединенных Штатов Америки. ВВП США упала на 32,9% во втором квартале 2020. Золото растет, криптовалюта растет, даже фондовый рынок растет. Все растет, кроме доллара. И доллар тоже падает по сравнению с другими валютами. Например, против Швеции и против Норвегии. Это результат раздувания долгого и чрезмерного печатания денег. США только что стали свидетелями худшего в истории квартального падения ВВП на 32,9%. На фоне этого еще почти полтора миллиона человек стали безработными. На контрасте рыночная капитализация биткоина за этот период фактически удвоилась. Эфириум показал результаты даже еще лучше. Мы видим это рекордное падение ВВП в официальном отчете. Даже во время Великой Депрессии экономика штатов сократилась на 28%. В 2008 году это было всего лишь 8%. В этом году это почти 33%. Теперь вы понимаете, как жесток 2020 год. Еврозона тоже заявила о рекордных падениях ВВП за второй квартал. Мы живем в какой-то сказке печатания денег. Многие люди даже не представляют себе такие цифры. На самом деле из-за стимулирующих чеков, финансовой помощи, программам отсрочек платежей по ипотеке и студенческим кредитам, многие еще даже не почувствовали на себе такое рекордное сокращение экономики. Но очевидно, что так не будет продолжаться вечно. Власти просто дали отсрочку неизбежному. Но что будет, когда она закончится? Какое будет падение тогда? Этот отчет появился как раз тогда, когда еще почти полтора миллиона заявок по безработице были поданы. В итоге с начала 2020 года количество таких обработанных заявок составило 54 миллиона. Сумасшедшие цифры. Несмотря на это, рынок криптовалюты показывает лучшие результаты за этот год. Почему? Потому что получая новые стимулирующие чеки, люди хотят защитить их от обесценивания. Вот почему происходят движения в золоте, криптовалюте и даже традиционных рынках. Но важнее всего, люди начинают осознавать, что доллар обесценивается как сумасшедший, что нужно покупать что-то, что хотя бы сохранит то, что есть. Это самая важная причина, почему мы видим такие взрывные движения. Я еще раз напоминаю, что центральные банки это не ваши друзья, они не на вашей стороне. Банки устроены таким образом, что берут ваши деньги и отдают их тем, кто богаче с низкими процентными ставками. Свеженапечатанные денежки идут только особенным людям и институтам. Обычные работящие люди просто теряют деньги, свою покупательную способность. И поэтому один из самых важных управляющих активами в мире, Fidelity, выпускает отчет, в котором говорит, что биткоин это самое желанное средство сбережений и страховой полис. Страховой полис против центральных банков и всего в этом мире. Если что, Fidelity это мультитриллионный фонд. Вот их отчет. Он называется «Биткоин. Желанное средство сбережения». На самом деле это отчет от Fidelity Digital Assets. Это не совсем Fidelity, а их филиал. Но самое важное, что вы можете использовать этот отчет как свое преимущество. В нем отмечается, что биткоин соответствует базовому тесту, который определяет средство сбережения. Но еще не приобрел этого статуса. Но я знаю, когда он приобретет его. Это график во времени, как что-то становится глобальными деньгами. Все, что становилось деньгами, начиналось с дефицитности и проходило длинный путь, пока не считалось глобальными деньгами. Мы находимся вот здесь, на этом длинном пути. И если мы все еще будем иметь биткоин до этого момента, мы будем одними из тех, кому принадлежит будущее этого мира. На этом графике мы видим, что мы все еще на очень ранних этапах этой технологии. Все еще не поздно. В отчете Fidelity мы видим следующее. Инвестировать в биткоин сегодня, это как инвестировать в Facebook, когда у него было 50 миллионов пользователей с потенциальным ростом до 2 миллиардов, как сегодня. Они даже процитировали Сатоши Накамото. Может имеет смысл просто иметь немного биткоина, на случай, если у него все получится. Если достаточно много людей так подумает, это пророчество станет самоисполняемым. Почему этот отчет выходит сейчас? Потому что, цитата, Последствия рекордно низких процентных ставок, беспрецедентного уровня печатания денег и стимулирующих чеков, а также деглобализация настолько неизвестны, что подливают масло в огонь осознания и принятия. А теперь я хочу обратить ваше внимание на Великобританию, где происходят очень важные события, которые могут повлиять на принятие Ripple XRP с помощью их партнера Accenture. Мы видим, что Банк Англии выбрал компанию Accenture в качестве партнера для обновления платежной системы RTGS. Сумма контракта 150 миллионов фунтов стерлингов. Вот их официальный документ, который подтверждает эту новость. Мы знаем, что Accenture активно помогает внедрять различные продукты Ripple. Вероятно, Банк Англии может сделать ставку на это, что позволит ему масштабировать платежную систему RTGS за пределы Соединенного Королевства. Кроме этого, Банк сможет работать с другими фиатными валютами, выпускать облигации и даже собственные стейблкоины. Банк Англии, Accenture, Ripple, собственные стейблкоины, масштабирование за пределы страны. Это большой конструктор, который сейчас складывается прямо перед нашими глазами. Это просто сумасшествие. Мы знаем связи Ripple и Accenture. Мы знаем связи Accenture и проекта цифровой доллар. Мы понимаем, что Банк Англии тестировал XRP. Мы помним, как Марк Карни, глава Банка Англии в 2019 году, заявил, что они хотят заместить доллар США цифровой валютой, которая станет новой мировой. Я не могу оставить это незамеченным вами. Вы понимаете, что вообще происходит? Все цепочки соединились. Единственная ответственность, которую мы можем взять на себя, это быть участниками всего этого, пока оно находится на ранних этапах. Участвовать в криптовалютной жизни. Потому что это самое историческое планетарное шоу, на которое почти никто почему-то не обращает внимания. Кроме нас. Поэтому подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, и нажмите на колокольчик, чтобы оставаться в курсе событий. И напоследок, та самая история, которую я обещал в начале. Это история о парне, который продолжал просить всю свою семью купить биткоин. Никто из его семьи не слушал его. Тогда он купил биткоин, а затем продал его за небольшую сумму, что-то вроде 5000 долларов. Годы спустя биткоин взлетел, и он понял, что если бы он не продал свои биткоины, то сейчас они стоили бы 57 миллионов долларов. Не справившись с осознанием этого, он п***чил с собой. Это человеческая психология, что потеря, или ощутимая потеря, является экстремально болезненной. Больше, чем любая прибыль. Этот парень заработал 5000 долларов на биткоине, но чувствовал себя так, будто потерял 57 миллионов. Иллюзия потери сломала его. Так что иногда я думаю, лучше не зацикливаться на том, что ты мог бы потерять, или о возможностях, которые ты пропустил. Лучше сфокусироваться на вещах, за которые ты благодарен. Наш мозг может гиперболизировать наши ошибки так, что они становятся непереносимой болью. Так что держитесь там. А меня зовут богатейший Ди. Если видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк. А также подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok